Добрый вечер, 21.04 в Москве, программа «Археология» в студии Сергей Медведев. И вы знаете, сразу вслед за новостями, вот не могу не откомментировать, почему такой скандал относительно вот этой вот конины из Европы. Собственно, что такого? Зайдите в супермаркет Бехетле, там много чего будет из конины, нормальная халяльная еда. Я сам, собственно, не употребляю, я вообще так, знаете, на грани того, чтобы часто подумываю вегетарианцем стать, сам ем мясо. Но, тем не менее, ел я конскую колбасу. Почему все так взметнулись по поводу этой конины? Видно, потому что европейская. Видно, потому что нам надо показать, как мы тщательно блюдем здоровье наших граждан. И вы знаете, вот, собственно, эта конина несчастная выводит меня на такие более широкие философские темы, о которых мы сегодня будем говорить. А именно то, как государство заботится о нашем здоровье. Вот есть у нас такой рыцарь в светлых одеждах по имени Геннадий Онищенко, который ограждает наше население от всяческих зловредных воздействий. Будь то молдавское вино, будь то грузинский боржом, будь то европейская конина. И вот теперь депутаты Нижней палаты, Верхней палаты, а теперь лично сам Владимир Владимирович Путин решили нас оградить от курения. И, казалось бы, все хорошо. Вы знаете, сам как человек не курящий и часто страдающий от табачного дыма, проникающего в мои ноздри и легкие всякими доступными и недоступными методами. Курит то, я не знаю, там где-нибудь в соседнем автомобиле и стряхивает там и выпускает дым в щелку в окне. Или курит там соседи где-нибудь на балконе и через входную дверь ко мне это затягивает. Как бы я страдаю, вроде бы я должен это приветствовать. Ну вот, вы знаете, как-то вот эта вот массовость применения этого закона и контекст, в котором он применяется, весь вот этот вот огромный запал государственный по охране нашего биологического, репродуктивного здоровья, заставляет меня усомниться в благих намерениях. Как вы знаете, Библии говорили, из Назарета может ли быть что хорошее. Так вот, так сказать, с этими запретами может ли быть что хорошее. Так что давайте поговорим. Антитабачные законы новые. Что это такое? Это защита некурящих, это шаг навстречу общественному здоровью или это дискриминация курильщиков и одна из тех репрессивных мер, которыми нас обкладывают в течение последнего года. В гостях у нас научный редактор Полит.ру Борис Долгин. Добрый вечер, Борис. Добрый вечер. Рад вас видеть в этой студии. Напомним, я думаю, наши давние слушатели помнят, что они совместно с Дмитрием Исковичем вели здесь передачу в одна из ранних, да, нейтральная территория была. Нейтральная территория, да. И второй наш гость это Евгений Шмелев, руководитель отдела полупульмонологии Центрального НИИ туберкулеза, Российской Академии Медицинских Наук. Добрый вечер, Евгений Иванович. Ну, вот давайте сразу попробуем определиться. Россия вообще ведь, Евгений Иванович, одна из наиболее курящих стран в мире, как я понимаю. То есть мы вслед за Китаем идем вторыми. К сожалению, мы одни из лидеров по этой вредной привычке. Чем вы это объясняете? Все-таки ведь продвинутая страна, весь 20 век такой сильной модернизацией, социальной политикой занимались. Объяснять можно многими причинами. Ну, в первую очередь, традиционными. Весь период советской власти Петр Первый еще насаждал курение, и потом советская власть, в общем-то, не очень сопротивлялась этому делу. И вот, а сейчас, когда у нас, кроме табака, курения, еще другие факторы экологической агрессии есть, вылезает на поверхность очень много болезней, связанных с употреблением табака, табачной продукции. И как активного, так и пассивного курения. И стоит, конечно, задуматься об этом. А вот причины почему? Ну, может быть, традиция. Ну, вот почему, например, наркомания? Ведь, в конце концов, табакозависимость – это и есть вариант наркомании сродни героиновой наркомании. Ну да, но, видимо, какие-то социальные. Борис, вот есть какие-то объяснения такого пристрастия наших сограждан к табаку? Я бы сказал, что вопрос слишком важен, чтобы ограничиться нашим нынешним разговором. По-хорошему, любые государственные меры, направленные на социальную инженерию в этом вопросе, должны бы опираться на очень хорошее, очень глубокие исследования того, какова механика процесса. Что его поддерживает? Что его усиливает? До тех пор, пока мы не поймем, что приводит к курению, что поддерживает курение, мы ни в коем случае не сможем с этим бороться, даже если считать эту задачу действительно одной из первоочередных. Сами курильщики в ответ на вопрос о том, а, собственно, зачем, отвечают что-то по поводу замечательных коммуникативных ситуаций, которые создаются в процессе курения, по поводу того, как курение действительно сближает, как оно помогает придать ритм их жизни, придать ритм их работе и так далее. Плюс, конечно, культурные образцы вполне романтические, транслировавшиеся, впрочем, не только в отечественной культуре. Если мы посмотрим старые американские, европейские фильмы, мы обязательно увидим человека курящего. Но все это было доступно, ну, скажем так, частично было доступно и до того. Но я думаю, что Евгений Иванович подтвердит, что в последние пару десятилетий, кажется, процесс усилился. Есть некоторая такая явная негативная динамика. И, конечно, очень бы хотелось хороших, внятных исследований на эту тему. Пока мы не имеем исследования, мы не можем иметь хорошие экспертизы на этом месте. А пока мы не имеем хорошие экспертизы, любое государственное решение является безграмотным. Вот вы и это решение, вы считаете, в нынешнем формате оно безграмотно? Это решение очень разное. Я бы здесь жестко разделил две вещи. Одна история — это история защиты свободы некурящего человека. И другая история — это защита свободы курящего человека. А каждый человек имеет право не только на жизнь, но и на смерть собственную. Но свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Да, конечно, мне совершенно неприятно вдыхать дым, когда иду по улице, когда стою на остановке, где угодно. Это мое право — избавиться от дыма. Поэтому создать отпор действительно агрессивному в чем-то, заведомо агрессивному поведению, каковым является поведение курильщика, не слишком культурного курильщика, я бы так сказал, — это важно. Но есть и другой вопрос, с чего вдруг должен дискриминироваться курящий. Мы можем что угодно думать о том, насколько вредит это его здоровью. Точнее говоря, мы обязаны, исходя из вполне достоверных научных данных, понимать, насколько это ему вредит. Но кто такое государство, чтобы лезть в эту сферу? Мы не являемся племенным скотом, который должен выдерживать некоторые стандарты для цели какой-то социальной инженерии. Иначе мы имеем не субъекта гражданина, а исключительно объекты гражданина, некоторые винтик. Так, Борис, ну все-таки здесь немножко вступлюсь за государство, за регулятивную роль государства, что для меня обычно нетипично. Ведь государство, оно как некий такой верховный арбитр, как некая надзорная инстанция. Должно защищать интересы каждого. Да, оно защищает интересы. Здесь речь не о курении, здесь речь идет, скажем, о громкой музыке, да, после 23 часов это все ограничивается. О нежелательных шумах. Да даже вот здесь, не знаю, выхлопы автомобилей. Почему, скажем, не пустят на улицу, по идее не должны пустить, да, с нормами там евро-1, евро-2 автомобили с плохим. Это же нарушает права владельца этого автомобиля. Но здесь государство защищает... Но он здесь, он защищает, оно защищает всех остальных. Да, конечно, нарушая его права вредить остальным. В ситуации с курильщиком я всячески за меры государства, которые позволяют обойтись без дыма некурящему, не стать ему недобровольным пассивным курильщиком. В этом смысле, скажем, недопущение того, чтобы в каком-нибудь начальственном кабинете был дым, когда туда входит проситель. Это очень правильно. Правда, я не уверен, что там это сработает. А жесткое требование иметь помещение для некурящих, которое уже некоторое время, как есть по отношению к владельцам кафе, да, это правильно. И многое другое в этом смысле правильно. А вот там, где мы начинаем уже двигаться к регуляции того, где затрагиваются только интересы курящих, но не спасаются некурящие, это уже очень опасная зона. Ну, например, где затрагиваются интересы курящих, которые, скажем, не нарушают там мои обонятельные органы. Окей. Если мы говорим о ситуации действительно закрытых помещений для курящих в каких-то точках общественного питания, я не вижу здесь проблемы. Если мы говорим о специальных комнатах для курения в каких-то рабочих помещениях, и если там нормально все настроено так, чтобы это не влияло на некурящих, да, я считаю, что некоторым заведомым издевательством над гражданами, которые курят, будет требовать, чтобы они выходили на улицу, Бог знает какой мороз, или жару, кстати. Ну, кстати, да. Это некоторая проблема, поэтому помочь создать стандарты, сделать нормальное регулирование ситуации так, чтобы курильщики могли курить, не мешая некурящим, да. Да, стимулировать, может быть, тех, кто еще не сделал свой выбор в сторону некурения, да, конечно, а занимаясь нормальным медицинским просвещением. Ну да, согласен. Здесь стимулировать курение, там, культурными образцами, но, опять-таки, это дело уже не государство, это дело общества. Здесь стимулировать культурными образцами, да, конечно, но залезать уже вот руками государства прямо вот в личную жизнь, курильщика, в частную сферу, да, это, конечно, уже вот в таком несколько опасном текущем ряду. Мне кажется, что есть еще один аспект этой проблемы. Большинство курильщиков, я не буду говорить про некурящих людей, большинство курильщиков в полной мере не дают себе отчета о том вреде своему личному здоровью, которое они себе наносят. Вот, начиная от, вроде как, очень образованных людей, ну, вы понимаете, образование это флюс, с одной стороны много, с другой ничего, он знает что-то одно, всего знать просто невозможно. И, в том числе, он не знает в большинстве своем курильщике, не знает степень того вреда, который они наносят себе. И тут вот общество, соответствующие структуры должны развертывать мощную образовательную программу с одной стороны и оказывать большую помощь людям, понявшим, что надо прекратить курить, а это не так легко, это же наркомания, и соответствующие специалисты. Ведь участковый терапевт в каждой поликлинике есть. А есть ли в каждой поликлинике не один, а несколько специалистов, чтобы всех желающих похватить, специалисты по борьбе с никотиновой зависимостью? О чем вы говорите, Евгений Иванович, учитывая то укропнение поликлиник, которое в нашей стране сейчас происходит? Значит, ведь должно быть еще больше специалистов в этой области. Не хватило бы. Но здесь я соглашусь, действительно, с Евгением Ивановичем, потому что должна идти очень сильная, конечно, просветительная функция. Просвещение — это важнейшая вещь здесь, но и поддержка тоже. Идет, да, очень сильная регулятивная, запретительная функция, да, без какого бы то ни было просвещения. Я, опять-таки, каким бы я ни был противником табакокурения, вот, я соглашусь здесь с Борисом Долгиным в том, что, ну, скажем, аэропорты сегодня. В аэропортах практически целиком меня, не курящего, оградили от воздействия дыма. Я прохожу мимо этих аквариумов, которые там брендированы какими-то табачными марками, там, вот, стоят там десятки людей в клубах дыма, как в аквариуме рыбы, курят. Там хорошая вытяжка, там двойные двери, ничего в коридор не пахнет. Хотят курить там? Пускай курят. Но ведь по нашему новому закону, а напомню, я сейчас вот этот вот закон, который позавчера подписал Владимир Путин, и вступает он ровно, ну, практически через три месяца в силу, с 1 июня 2013 года, окончательно с 1 июня 2014 года. Полностью запрещено курение на рабочих местах, кафе, ресторанах, гостиницах, санаториях, официальных учреждениях, на городском транспорте, в электричках, поездах дальнего следования, самолетах, кораблях дальнего плавания и расстояние 15 метров от входа вокзала, аэропорта или метро и на перронных электричек. То есть, действительно, в том же самом аэропорте надо будет пройти, иногда это будет вообще 20 минут пересечь аэропорт, чтобы дойти до выхода. Если ты в транзитной зоне находишься где-нибудь... И там даже, кажется, предусматривается впоследствии какая-то зона от выхода, в которой тоже нельзя курить. Ну, это, кстати, тоже, как курящий, я там, как-нибудь, входя в торговые мега-центры, там эти большие молы, я прохожу через клубы дыма. Вот именно поэтому, для того, чтобы этого не было, это должно быть выделенное, хорошо оборудованное помещение, потому что, если этих помещений не будет, мы понимаем, что будет. Мы понимаем, что во многих случаях это приведет не к тому, что курения не будет, а к тому, что оно будет... К тому, что будут нарушать. Да, да, нарушать, при том так, что это будет мешать всем. Согласен, согласен. Напомню, что у нас в гостях сегодня Евгений Шмелев из Центрального Ниди Туберкулеза Академии Медицинских Наук и Борис Долгин, научный редактор Полит.ру. Напомню, также наш телефон студийный прямого эфира 65 10 99 6. Позвоните нам и скажите, поддерживаете ли вы жесткое ограничение курения, которое предполагается новым законом, подписанным позавчера Владимиром Путиным. 65 10 99 6. Мы примем ваши звонки после перерыва. Добрый вечер. Программа «Археология». Обсуждаем сегодня новый закон о курении, который ни много ни мало через три месяца вступает в силу в нашей стране. И вы знаете, если в той мере, в которой он прописан в этом законе, будет приведено действие, это ни много ни мало как цивилизационный сдвиг. Потому что в стране, где курят 56% взрослого мужского и 16% женского населения, те меры, которые предполагаются этим законом, означают одно. Либо у нас действительно произойдет просто цивилизационный сдвиг, сопоставимый с 1917 годом, либо у нас просто этот закон не будут исполнять. Говорим об этом с нашими гостями, научным редактором Палитрова Борисом Долгиным и членом правления Российского общества пульмонологов, профессором Евгением Шмелевым. 65-10-99-6. Звоните нам и скажите, как вы считаете, будет ли работать новый российский закон о курении? Андрей уже давно дожидается. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Я всеми руками и ногами, что говорится, поддерживаю этот закон, безусловно, потому что я вот хотел добавить ко всему уже сказанному. Я всех поддерживаю. Долго слушаю вашу передачу. Курение – это не злая привычка, как принято считать у нас в обществе, к сожалению. Курение – это болезнь, это наркомания. Самое настоящее. Причем, более того, скажу, что вот именно никотин, этот наркотик, он намного хитрее и страшнее, чем тот же самый там героин и так далее, и так далее. Потому что он очень хитрый наркотик. Он слабый, и никто, люди, как правило, не понимают, что они делают без зла. Они подумают, ну, там, покурил сигарету, ладно, я же не умру от нее от одного раза. И от пачки не умру, если два года покурю, там, три не умру, ну, и так далее, и так далее. И, к сожалению, вот этот стереотип, он настолько сильно навязан в обществе, что люди подчас просто, ну, не понимают, чего они делают. И называют это просто вот такой вредной привычкой. Ну, да, слабостью, слабостью. Ну, слабость, да. Или наоборот считают силой. Или силой, да. Вот этот стереотип, молодые, когда начинаешь курить, отдохнуть, наперекур пойти, иди расслабься, покури. Ну, понятно, да, социальные механизмы привыкания, оправдание курения, они очень изобретательные. Извините, еще один момент буквально. Считаю, все-таки, когда стоит вопрос о справедливости прав, как бы, да, курильщика и некурильщика, то у курильщика справедливости получается, у некурильщика справедливости меньше. Потому что курильщик, он имеет возможность выбирать, курить ему, то есть портить себе организм и окружающим или нет. А вот некурящий человек, у него такой возможности выбора нет. Да, у него нет права выбора. Он должен сам отойти. Интересная точка зрения. Спасибо. Спасибо, Андрей. 65, 10, 99, 6. Как вы считаете, будет ли работать новый закон о курении в России? Алена. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня, я прям, ну, хотел бы проголосовать за однозначно. Более того, я бы предложила сделать закон более понятным, внятным, конкретным и жестким. Мне кажется, что было бы гораздо проще просто разрешить курение только в специально отведенных местах. То есть не перечислять там, где нельзя курить, а вот просто сделать специальное место, специально оборудованное. И курить можно только там, больше нигде нельзя. Это раз. А два, все говорят о табакокурении, о выборе человека, что он может курить табак, не курить табак. Но ведь производитель никогда откровенно и честно не указывает состава сигарет. И человек, на самом деле, делая выбор в пользу табака, курения, не знает, что он делает выбор в пользу курения. Вообще неизвестно чего, каких-то жутких химических составов, да, и получается, что это двойной обман и двойной вред. Понятно. Понятно, Алена. Почему я должна, да, терпеть это, не куря, вообще непонятно. Я знаю, что мы вдыхаем. Спасибо. Ну вот, да, Алена проголосовала. Давайте мы все вместе проголосуем. У нас есть возможность сделать смс-голосование. Присылайте нам смс на номер 5533, начиная, так, нет, голосование у нас немножко иначе устроено. На номер 5533 с буквой А, если вы поддерживаете нынешний закон о курении, и 5533 с буквой Б, если вы против нынешнего закона о курении, ну, по крайней мере, в том жестком максимальном виде, в котором он был принят в Государственной Думе и подписан Путиным. 5533 А, поддерживаю нынешний закон о курении, 5533 буква Б, не поддерживаю. А мы продолжаем принимать наши звонки 65, 10, 99 и 6. Так, одну секундочку, сейчас нам нужно выбрать сообщение. Так, Александр у нас на линии, слушаем вас. Алло. Да, Александр, слушаем вас. Добрый день, я поддерживаю этот закон, хотя являюсь курильщиком, скажем, в 20 лет. Одно время я бросил курить, это легко на самом деле. По голосу чувствуется курильщик, по тембру голоса. Да, сейчас я опять курю, вот, но закурил я потому, что там, ну, пришлось сменить работу, и когда приходишь к руководству, они все сидят, дымят в кабинете. В общем, это, ну, не курил я полгода, на самом деле, реально, просто бросить, но дальше вот это, это надо решить. То есть, фактически, у вас рабочая обстановка принудила отсутствие вот таких вот запретов. А вот, кстати, как вы думаете, вот сейчас будет принят этот закон в максимальном своем виде с 1 июня? Соблюдаться не будет. То есть, ваше руководство как курило, так и будет курить в кабинете? Конечно, но вы... То есть, наимен Славе, вы за закон, но предполагаете, что соблюдаться он не будет? Да, вы представьте, у нас закон по поводу, там, распития пива, да, там, на улице, как бы, уже принят. Вот, там, ну, люди как ходили с бутылками пива по улице, так и ходят. Да, если бы только по улице и в метро спокойно сидят. Ну, да, да, здесь вопрос, вопрос вот о чем. Понятно, спасибо, Александр. Сергей. Да, добрый день. Да, слушаем вас. Я являлся курильщиком 20 лет, поддерживаю полностью именно новый закон-проект. Не курю 4 года, в принципе, бросил. Сами, сами бросили или какие-то методики там употребляли? Ну, не буду озвучивать именно автора, всем небезызвестная книга, легкий способ бросить курить. Ну, в общем, бросили, да. Да, но дело в том, что я вижу, что на самом деле я потерял буквально недавно на этой почве 33-летнего друга. Ну, реально, то есть человек умер именно от сигарет. И я теряю сейчас именно отца. То есть доказать людям ничего нельзя. То есть, в принципе, я считаю, в свое время было на государственном уровне навязано на привычку табакокурения. И я считаю, что также она должна, грубо говоря, быть развязана. То есть, сейчас люди должны именно, ну, тоже именно по приказу. Как вы считаете, нынешний приказ сработает? Вот тот закон, который был принят сейчас. Должно именно в умы войти, я так думаю. То есть, именно людям с малолетства, то есть, сейчас именно тем новому поколению, которое именно сейчас растет, им наглядно должно быть именно показано те люди, которые, курильщики, которые должны правду сказать о себе, то, что как они это страдают. Потому что многие, действительно, у меня сын не может с дедом своим общаться только из-за того, что он ходячая табакерка. Он не может, он у меня загибается, но он не может остановиться. Понятно. Скажите, а вот вы же бросили без всякого принуждения. Вам удалось это понять? Вам удалось себя убедить? Мне, да, стало. Мне, во-первых, стало стыдно перед своим сыном. Во-вторых, я дошел до того, что я курил, действительно, где-то, я работал прорабом. Я курил по три, по четыре пачки в день. Это постоянно нервяк. То есть, у меня лопалась голова. Это было что-то ужасное. Я просто, ну, в основном, это сын. На меня подействовал сын, то, что он сказал, пап, как же ты воняешь. Ну да, это на вас. С того дня я практически взялся, и вот уже четыре года, тьфу-тьфу, и являюсь счастливым владателем привычки не курить. Спасибо. Спасибо, Сергей, да. Спасибо, да. Да, спасибо. Ну, вы знаете, да, больше... Все-таки смущает идея, что ничего нельзя объяснить, можно только принудить. Вот сам же автор идеи нам показал на собственном примере, что это далеко не единственный путь. Нет, вопрос, конечно, в мощной пропагандистской кампании. Как я не помню, когда это в Америке, в Америке, когда кто умер от курения, кто это был, не помните, Борис, он записал свой месседж, когда вы это услышите, меня уже не будет. Ну, главный герой великолепной семерки. Да. Юлбринер? Да. Да, 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 Юлбринер. Он записал за несколько там дней уже, знал, что он умрет до смерти. Он записал очень прочувственное обращение, когда вы это услышите, меня уже не будет в живых. Вот, и вот такие месседжи, или то, что нам сейчас рассказал Сергей, который потерял 33-летнего друга и сейчас теряет отца, это, конечно, очень важные вещи. Вот этого нам не хватает, понимаете? Да. С другой стороны, я помню, нам в школе показывали фильм «Дело табак», где демонстрировали легкие курильщика и так далее. Хоть бы на кого это повлияло? Тут, мне кажется, нужно помочь курильщикам, курильщикам помочь. И помочь не просто пропагандой. Но мы поговорим и забыли. Надо, вот у нас есть система онкологии в стране, я как врач говорю, система кардиологии, система неврологии. Надо создать такую мощную, хорошо финансированную систему, доступную для каждого курильщика, систему борьбы с табачной зависимостью. Это важнейшая вещь, конечно. И это будет, с одной стороны, они обязаны будут заниматься и пропагандой, и объяснением, и помощью, потому что самостоятельно бросить курить очень трудно. И это трудная, серьезная работа, которая должна находиться в руках хорошего профессионала, создать службу такую в стране, которая не так, между прочим, а должна быть приоритетным направлением. Ну да, если мы говорим, насколько распространено у нас табакокурение, и если мы считаем это все-таки чем-то сродни болезни или даже болезнью, то, соответственно, и внимание к этому должно быть практически реализовано на уровне, на котором осуществляется внимание к болезням настолько же распространенным, никак не меньше. Ну да, здесь, конечно, речь идет не о том подходе, который был избран в этом законе, потому что, во-первых, конечно, он чисто запретительный, и, во-вторых, он просто увеличивает вот этот запретительный потенциал и увеличивает, ну, я не знаю, там, коррупционную базу. Конечно. Как только есть закон, который невозможно исполнять и не исполняется, это значит, что возникает новая зона коррупции, огромная зона. И подрывается доверие, собственно, вообще ко всей инфраструктуре законов, потому что здесь, я думаю, мы потом уже пошире об этом поговорим, потому что у нас огромное количество тех запретов, которые были введены в действие в течение последнего года, вопрос о том, насколько они применимы, насколько они проводятся, вплоть до даже самых, не знаю, жестких и политических запретов. То есть, вот такой лакмусовой бумажкой станет для нас вот этот вот закон о курении. Напомню, 651099,6, код Москвы 495, звоните нам и скажите, поддерживаете ли вы новый закон о курении? И СМС-голосование, номер 5533, букву А, если поддерживаете, букву Б, если не поддерживаете, номер СМС 5533. Слушаем вас. Алло, вы на линии, Игорь, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, я, наверное, такую точку выскажу, точка зрения простого обывателя. Вот сам я не курящий, но не могу сказать, что очень интересовался этим законом и прочее. Вот тут просто слышу сейчас вот по радио, да, и вообще вот как муссируется. Я считаю, что это полный бред вообще на самом деле. Вот такая моя точка зрения. Почему? Ну, потому что вот я не видел никаких попыток до этого нам объяснить, что курение-то плохо, как-то бороться с этим. Ощущение такое, что это либо просто наплевать стране, либо даже поощряется. А потом взяли и запретили. Нет, ну вы-то сами знаете, Игорь, что курение-то плохо. Вы, наверное, представляете себе в полном объеме. Ну, я знаю, но, тем не менее, повсюду, да, много курящих людей, везде все, ну, как бы это не запрещается, никакой нигде антирекламы особенно я не вижу, да, толковой, по крайней мере. Вот ничего такого вот не запомнилось, по крайней мере. То есть вас удивила как бы резкость шага, вдруг ни с того ни с сего. Правильно мы вас поняли? Да, вот вообще возникает ощущение, что у нас в стране все делается как-то так вот. Сначала сидим еще делаем, потом шашками машем. Ну, то есть вообще не продумано, как этот, про детей законы и прочее. Взяли что-то и вот наваяли. Либо им стало сейчас интересно это запретить по каким-то своим причинам. Либо просто вот, ну, не знаю, популистские какие-то меры. Понятно. И это ощущение, что у нас думают головой в стране. Вот как-то так. Спасибо. Спасибо, Игорь. Ну, да, мы пытаемся разобраться, какие могут быть политические причины. Помимо, ну, так скажем, допустим, что есть такой вдруг одержимый альтруизмом. Наши депутаты, наша власть решила заняться общественным здоровьем. Но если пытаться разобраться в политических причинах. Борис, у вас есть какие-то гипотезы по этому поводу? Я бы начал чуть сбоку. Ну, на самом деле, я вполне помню некоторые такие тенденции к пропаганде здорового образа жизни в лице двух первых наших лиц еще в году, в 2007-2008. В админтоне вот они играли. Да, дело даже не только в админтоне. Тогда начали звучать такие моменты. И это касалось и вопроса алкоголя, и вопроса табака. Но как-то это потом чуть ушло в тень. Но явно там имеются какие-то представления, не связанные с чем-то актуальным. Об этом, само собой, сейчас поговорим. О том, что все-таки здоровье — это ценность. И часть этого здорового образа жизни — это отказ от каких-то вредных привычек. Это так, помимо какой бы то ни было конспирологии. Теперь, что касается того, в какой момент это происходит. Действительно, просто некоторые обстоятельства пространства и времени связывают этот закон с мерами, которые были у нас приняты примерно с осени до нынешнего момента, которые так или иначе ограничивают пространство свободы там, где это возможно. Но связанность не значит причинно-следственных связей, связанность пространства и времени. Я не думаю, на самом деле, что имеется какой-то жесткий, четкий замысел. Вообще, вот среди политологов существуют, похоже, две точки зрения на весь этот цикл законов. Одна заключается в том, что имеется какой-то такой продуманный план по закручиванию гаек и так далее. А другая заключается в том, и я скорее ближе к ней, что есть, что подан сигнал. Надо бы подкручивать. А дальше идет соревнование, идет соревнование инициатив. В любом случае, испортить лишним маслом кашу здесь нельзя. Если надо, вовремя одернут. Чуть-чуть подкрутить, предложат один в одном направлении, чуть-чуть подкрутить, предложат другой в другом направлении. А впечатление складывается. И да, этот закон попал в контекст. И в этом контексте он, конечно, прошел гораздо легче. С гораздо меньшим сопротивлением. Потому что, ну что, нужно еще в этой сфере позаботиться о наших гражданах. Чтобы им уже было совсем хорошо. Согласен. Напомню, напомню, телефон студийный 651099,6, код Москвы 495. Поддерживаете ли вы новый закон о курении? А также смс на номер 5533 с буквой А, если вы поддерживаете, и с буквой Б, если вы не поддерживаете этот закон. 651099,6, телефон, 5533, идет смс-голосование. Мы вернемся после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Говорим сегодня о курении, о новом законе на курение. Вот мы до перерыва с нашими гостями сегодняшними, а это, напомню, Борис Долгин, научный редактор Полит.ру, и Евгений Шмелев, руководитель отдела пульмонологии центрального НИИ туберкулеза. Говорили мы о том, что новый закон о курении вписывается в некую политическую парадигму, где власть, ну, может быть, не просто закручивает гайки, а подает сигналы по таким разным совершенно направлениям. Но для меня, вы знаете, вот эта вот подача сигнала вписывается в некую такую большую парадигму, которую я бы назвал биополитика. Это термин, который Мишель Фуко первый употребил, французский философ, и который применим к очень большому количеству ситуаций. Вот, например, биополитика совершенно очевидная была в фашистской Германии, которые, так сказать, занимались чистотой арийской расы, которые... Вот там, ну что, очень, как племенной скот. Да, там как племенной скот, там было понятие расовой гигиены. Там, в том числе, была очень большая и успешная, одна из самых успешных компаний по борьбе с курением. Да, был, так сказать, образ, проецирование образа здорового тела, будь то в нацистской пропаганде, там в фильмах Лени Рефеншталь или еще где-то. То есть, государство вторгалось в частную жизнь человека, в саму биологию человека, брало на себя функции защиты репродукции. И вот сейчас, мне кажется, что у нас, ну, нисколько не обзывая нынешний режим фашистским, все-таки проводится некая такая вот попытка биополитики. То есть, государство озабочено, да, правами детей. Это наши дети, это наши сироты. Не важно, хорошо им или плохо, где они живут в России. То есть, неважно, хорошо им или плохо, главное, чтобы они были в России. Да, поддерживается семья из трех людей, да, вот из трех, из тремя детьми, как Путин сейчас в своих последних программных выступлениях говорит. И вот эта вот борьба за чистоту, будь то чистота языка, законы против мата, законы против продажи алкоголя, законы против пропаганды гомосексуализма, тоже некий вот этот вот поход за чистоту. И вот эти вот законы против табака, они, как бы я сам, в общем-то, не поддерживал борьбу с кореньем, они тоже вписываются вот в эту вот парадигму чистоты и государственной санкции биологии, да, здорового населения. Россияне вымирают, давайте поддержим. Так что вот в этом... Примерно как редкий вид. Ну да, в этом отношении есть, мне кажется, такое... Которое может тут немножко подкрутить, немножко поднажать, добавить питательных веществ, добавить какого-то освещения, и вот тогда наши граждане будут уже такими, какими нужно для государства. Ну вот давайте послушаем наших граждан. 65, 10, 99, 6. Поддерживаете ли вы закон о запретах на табак? И СМС 5533. Да, если поддерживаете. А, если поддерживаете. Б, если не поддерживаете. Виктор на линии. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, прежде всего, спасибо за тему. Вот сейчас вас послушал, действительно, если в чистом виде поддержать этот закон, это встать под знамя вот этой самой биополитики. Так. С другой стороны, до перерыва вы произнесли такую очень хорошую фразу, что здоровье и о ценности. Да. Возникает в памяти фраза из советских времен, говорит, здоровье каждого, богатство всех. Ну, это общественное благо, да. Но только вопрос, что можно ли распоряжаться этим богатством каждому другому. Могу ли я распоряжаться вашим здоровьем, потому что оно общее богатство? Алло. Допустим, как сказать. Да. Ну, вот здесь, да, Виктор, очень... Здесь не распоряжаться, какие-то меры даже, дается возможность подумать каждому. Закон, конечно, он непродуманный. Он лучше относится именно к той части, которая, в принципе, имеет свои цели. Ну, понятно, да. Согласен здесь с Виктором, что закон в большой степени непродуманный. Вы знаете, вот тот вопрос, который меня больше всего беспокоит. И это... Здесь уже идет речь даже не о здоровье населения. Здесь речь идет о... Вообще, о здоровье юридической системы государства. О здоровье самого государства. Потому что, если принимается закон, который, как представляется, имеет мало шансов быть исполненным... Даже тем, кто сторонники этого закона. Вот я не знаю, там, депутаты Госдумы, которые принимали, вот они полностью прекратят курить у себя в кабинетах, там, высоким лицам, вип-персоном. Или, скажем, там, я не знаю, вип-залах Шереметьево, Домодедово, Внуково. Вот они будут себе то же самое, они на себя будут проецировать вот это все. Или же у нас будут разные степени граждан, как у нас есть разные степени возможности соблюдать правила дорожного движения. Кто-то их должен соблюдать по полной программе, а кому-то их можно соблюдать в меньшей степени, если у тебя есть спецпропуска, спецномера или того патча-мигалки. Не дай бог, если курение, возможность курения, вопреки закону, станет знаком статуса, знаком высокого статуса, вот это будет пропагандой курения, а не напротив демотивации курения. Да, вот это вот, я боюсь, очень с большой вероятностью у нас может произойти. Как у нас разные категории людей по отношению к ПДД, точно так же у нас могут появиться разные категории людей по отношению к курению. Напомню, что у нас идет голосование 5533, буква А, пришлите нам смс, если вы поддерживаете закон о курении, и буква Б, если не поддерживаете. И телефон наш 651099,6. Константин. Алло. Да, слушаем вас. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Смотрите, я однозначно за любую даже попытку борьбы с курением, вот, но с точки зрения времени приятия и как бы формы приятия этого закона, мне вот как все-таки фанату констерологии кажется, что тут происходит некая такая тенденция разделяя властвы классическая. То есть начиная еще с пусть и райд, общество пытаются делить. И как бы стравливать, ну, значительно такие, значительно большие группы. Причем делить по как бы разным, ну, интересным, да, то есть сторонники, противники, религии, каких-то там еще вещей. Вот закон Димы Яковлева, теперь курение. Вот у меня такая версия. Понятно. Ну да, то есть проводятся некие разделительные линии, и это такая политическая технология. Интересная точка зрения. Юрий на линии. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, я вот опять-таки рассматриваю это все как очередную борьбу с населением нашей страны. Борьбу вот наших рукомахателей или руководителей, вот именно с населением. Потому что... Ну как, разве оградить людей от курения все-таки? Это же здесь... Ну, вы понимаете, дело в том, что, вот знаете, да, я ира депутата государственной дуры, думая... Вы прям как Познер. Да, да, да. Не дают покоя Лавры, да. Да, 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 да. Вот, думая Белянчикова, вот, который пытался давным-давно как бы уже принять какие-то меры против курения, и, ну, просто, ну, не давали ему, не давали, понимаете. Хотя я больше чем уверен, что если провели такие выборы, то, соответственно, могли бы, соответственно, и принять бы соответствующие законы, давным-давно ограничивающие наше население от такого тикого табакопотребления, понимаете. Поэтому я вообще-то, конечно, прекрасно понимаю, сам курил, причем сразу хочу сказать, что бросил, вот, просто... Вот, сказал, что завтра не курю, все. Не верили, что я... А, причем курил 30 лет. С первого раза? С первого раза сказал, что с завтрашнего дня я не курю. Очень сильная воля. Бросил сигарету, отдал пачку сигарет там... Ну, его подчиненному и сказал, все, на, кури, больше дня сигареты не увидите. Ну, вообще, и не курящий подчиненный закурил, да? Ну, дело в том, что, понимаете, как бы это... Каждый сам определяет, будет он курить или не будет курить. Ну, да. Он просто отдал ему... Ну, ясно, ясно. Я очень легко бросил курить, очень легко бросил курить. И поэтому считаю, что закон антивангальный, он просто антивангальный, вот отсюда тех, кто курит... Ну, я говорю, сам курил, то есть... Ну, ясно. Понятно, Юрий, ваша точка зрения. Да. Хорошо слышать, что человек вот... Ну, сложно, да, Евгений Иванович, вот после 30 лет человек вот так вот, то, что по-английски называется cold turkey, да, так сказать, вот так, прямую, чистую уйти в завязку. Это очень сложно. И удается, ну, где-то около 5% удается легко и самостоятельно прекратить курение. А так нужна помощь. Нужна серьезная, профессиональная помощь. Это болезнь. И очень хорошо один из наших слушателей, участников нашей беседы, говорил, что никотиновая зависимость – это очень хитрый вариант наркомании. Она встраивается, это как ржавчина поражает человека, и все. Он становится зависим. И поэтому надо помогать бороться. И мне представляется. Ну, есть точки роста у нас в нашей стране. В Москве немножко есть. В некоторых регионах службы, специальной службы, сильной, хорошо финансируемой. Такой нет, к сожалению. Вот. Если в государственном масштабе будет такая служба, и тогда и дополнение к этому закону усилит его работу. Он будет работать, этот закон, потому что действительно он приобретет не анти-народную направленность, а направленность. То есть люди будут понимать, что направленность на сохранение их здоровья. Для их же блага. Для их здоровья. Ну, как ребенка, который не знает, что вот туда нельзя ходить, шишку набьешь, так и курящему человеку, который не знает. Он образованный физик, образованный математик, не знает, что он себе вредит. Он может не чувствовать на первых порах вредоносного действия на его центральную нервную систему никотина. А когда инсульт хватит, его это будет уже поздновато. Хорошо ли все-таки взрослого человека воспринимать как ребенка? Конечно, он не специалист в этой области, но есть масса вещей, где он вынужден делать выбор какой-то, помимо области своей профессиональной деятельности. Не знаю, от выбора сорта хлеба до выбора того, где ему отдыхать. Может быть, стоит действительно все-таки акцентировать в большей степени просвещение. И, конечно, помощь тем, кто пытается бросить. А вот давайте, коллеги, вот из того списка мер, который, очень обширный список мер, который предполагает этот закон. Вот мы более-менее поговорили о его запретительной части. О том, что касается вот его регулятивно-экономической части, повышения акцизов. Насколько, по-вашему, эффективно будет повышение цены сигарет? Насколько это отпугнет людей? Ну, тут нужно подумать, о какой социальной группе мы говорим. Если мы говорим о людях, достаточно обеспеченных, то понятно, что нет, не отпугнет. Но надо сказать, что эта группа имеет уже свои контрстимулы по отношению к курению. Да, постепенно все-таки в какую-то часть такого образованного, обеспеченного класса проникает мысль о том, что, в общем, не надо курить и нужно немножко думать о своем здоровье. Вот. Если же мы говорим о слоях, для которых это действительно может стать реальной финансовой проблемой, мы, в общем, знаем примерно, что будет. Да, эти люди или не смогут себе позволить в достаточной степени курить, или же, точнее, они неизбежно не смогут позволить. Отсюда будет либо увеличение преступности, либо производство самопального курева. Ну да, то есть, видимо, можно... То есть, с антиалкогольными мерами в 80-е годы. Да, в 85-м году. Да, да, да. Соответственно, резкий подъем самогоноварения. То есть, здесь... А скажите, Евгений Иванович, вот если будет домашний такой самосадный табак, это он еще более вреден? Вот на этот счет я не могу точно сказать, я не располагаю, не располагая такими сведениями, вот. Но вы понимаете, что домашняя и маковая соломка тоже могла бы быть, но ведь ее не существует у нас в России. Тоже вариант, как говорится, да, в том анекдоте. Вот, тоже вариант. И ответить, насколько больше будет содержать самосад, вот так называемый, тех канцерогенов, которые в современном табаке содержатся, я не могу ответить. Но в любом случае никотиновая зависимость будет, а раз будет никотиновая зависимость, будет наркомания со всеми вытекающими отсюда последствиями. Понятно. Напомню телефон наш, 6510996. Звоните нам и скажите, поддерживаете ли вы новый антитабачный закон? И главное, что сейчас меня больше интересует, это будет ли он выполняться? Возможно ли вообще в нашей стране выполнение этого закона? И наш смс-голосование идет 5533. Пришлите нам смс с буквой А, если вы поддерживаете этот закон, и Б, если не поддерживаете. Я бы хотел чуть-чуть вернуться на секундочку. Дело в том, что вот мы подумали, мы дали какие-то экспертные оценки, мнения о том, что будет. Но вообще-то очень бы хотелось к моменту принятия закона, даже к моменту обсуждения закона, прочитать хорошие исследования, внятные, глубокие, с фактурой про то, что же будет по итогам. Хоть хорошие исследования от экономистов, от социологов, от всех. Этого мы не увидели. Боюсь, что ни с одним законом этого практически у нас не проходило. У нас сначала принимается, знаете, как Наполеон говорил, он с ангажей пуизон вуа. Сначала я ввязываюсь, а потом посмотрим. Вот хотелось бы наладить иную систему. Да. Ирина на линии. Служаем вас. Алло, здравствуйте. Значит, я за принятие этого закона. Жесткость я не могу определить. Ну, например, мы регулярно ездим с друзьями гулять по Киеву. В этом году для нас был приятный сюрприз. Мы можем маленьким ребенком, компания у нас чисто не курящая, зайти в любое кафе, сесть на любое понравившееся место. Это расширило наши возможности, хотя бы потому, что мы не сидим там где-то в уголке, где обычно место для не курящих, а садимся там, где нам нравится. То есть это большой плюс для нации. Очень хотелось бы, чтобы и в Москве, и в других городах России мы имели такие же равные возможности по посещению общественного места с ребенком. Понятно. Понятно, Ирина. Спасибо. Михаил на линии. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. К сожалению, я не успел сначала, слушаю примерно с половины. Я, наверное, буду представлять такую не очень большую когорту курителей, курятников, точнее, которые давно уже пытаются бросить, но самих не получается. Ну, тут понятно, каждый для себя находит какие-то свои меры. Я просто девушке пообещал, да, и в ее присутствии не курю. А на вас как-то этот закон воздействует? Вот будут такие достаточно строгие ограничения с 1 июня? Ну и цены, и цены поднимутся. Я не знаю, сколько там будет, но говорят там до 100-140 рублей. Не, ну естественно, что какая-то корректировка произойдет, но я однозначно против этого закона, потому что я считаю, что мои права, как курильщика, если это не признают болезнью, да, как таковой, то есть это, по большому счету, привычка, мои права ущебляются. Я же так же, ну, не принять закон, там, допустим, чтобы здоровые, я не знаю, не курялись на суп где-нибудь в общественных местах, ну, допустим, запрещающим это делать. Ну, вам не приходит в голову, что вы своим курением, ну, подождите, то есть вы за то, чтобы за вами сохранить право в том числе курить в общественном месте, скажем, в ресторане, где ваш дым могут вдыхать некурящие? Нет, смотрите, здесь речь идет о свободе выбора. Ресторан может и как иметь зону разделенную, там, для курящих, для курящих, для некурящих, так и быть, допустим, полностью только для некурящих. Так. Человек должен иметь право выбора. Пожалуйста, ты приходишь, если ты видишь, что люди курят, ты можешь оттуда уйти. Здесь уже вопрос, пожалуйста, выбирай, то есть у меня должно быть право выбора. Ну, вот так вот ограничивать, огульно для всех, и вот с такими достаточно жесткими мерами. Любой нормальный человек, допустим, даже курильщик, не будет никогда курить в компании, где никто не курит. Однозначно отойдет. Никто не будет курить в очереди, в которой никто не курит. Ну, понятно, что случаются отморозки, они на дорогах имеют. Ну, да, но, понимаете, достаточно много таких людей, ситуаций, в которых вот это вот пересечение неизбежно, скажем, в парках, да? Вы там идете, вам хочется там покурить в парке. Нет, я согласен. В том смысле, что закон в том виде, в котором он есть сейчас, он неправильный, работать не будет, он принят бездумно. Ну, у нас государство поднатарело за последние несколько лет принятие, создание, скажем так, призраков, да, каких-то, которыми пугают людей. Ну, очередной закон, который является... Закон-призрак. Хорошее определение, Михаил. Спасибо. Отличное определение. Спасибо. Мне кажется, что наш абонент, только что вот говорил, он не совсем относится к той категории недостаточно просвещенных людей. Он считает, что это вредная привычка. Так вот, я вам прочитаю цитату. Табачная зависимость международной классификации болезней последнего пересмотра отнесена к категории психические расстройства и расстройства поведения, обусловленные употреблением психоактивных веществ. Эта табачная зависимость относится, внесена в международную классификацию болезни десятого пересмотра. То есть наряду с наркоманией. Да, 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 да. И поэтому вот тут-то как раз у нас сейчас произошла встреча, которая ярко иллюстрирует нашу плохую работу. У нас нет службы антиникотиновой, антитабачной. Только очень важно, чтобы у нас под это дело не создали очередную федеральную службу, которая там с кучей людей, которые будут переписывать бумажки. А если бы в ответ на ваши слова лучше развернулась бы нормальная просветительская, внятная, культурная, а не навязчивая работа? Ну да, здесь со всегдашней нашей проблемой. Мы столкнулись с том, что у нас работает очень хорошо только-то запретительная репрессивная часть. Ну и процесс создания государственных органов. Есть проблема, значит, нужен орган, а лучше два. А еще лучше под него бюджет. Ну конечно, какой же орган без бюджета? Какая же песня без баяна. В любом случае, этим должны заниматься профессионалы. Все-таки пироги должен печь пирожник, а сапоги точать сапожник. Это давно известно. Поэтому я говорю о необходимости исследований, внятных научных исследований того, как это работает. И как могут сработать те меры, которые приняты. Потому что не любая мера, которая как бы направлена против, срабатывает против. Да, согласен. Что могут быть совершенно непредсказуемые последствия этого закона. Давайте сейчас я озвучу результаты нашего СМС-голосования. Они заключаются в том, что 65% поддерживают антитабачный закон, 35% против. Ну, я думаю, что наши звонившие в еще большем количестве поддерживают этот закон. Но, тем не менее, то, что мы здесь озвучили сегодня с нашими гостями, действительно, очень много непредсказуемых последствий у этого закона. Мы совершенно точно можем сказать, что он в большой части своей, в больших местах не будет работать. Что он создает огромную коррупционную базу. И, кроме всего прочего, он создает большую социальную нестабильность. Помните, что случилось с 85-м годом с запретом табачным. Помните, как было с водкой? Было 3, а стало 5, все равно берем опять. Даже если будет 8, все равно мы пить не бросим. Передайте Ильичу, нам и 10 по плечу. Ну, а если будет больше, то получится как в Польше. Не дай бог 25, снова будем зимний брать. Водка не дошла до 25 рублей, но Советский Союз, как известно, развалился. Я не знаю, будет ли то же самое с табачным делом. Ну, будем надеяться на лучшее. Это была программа «Археология». Я ваш верный археолог Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.